всем привет из токио это видео я решила начать с того что можно назвать удивительное рядом уверена что будут скептические комментарии а мне кажется молодец к тому же ей было явно за 50 и подобные стритстайлеры в токио не редкость конечно можно рассуждать о том куда она так нарядилась но мне кажется она не наряжалась просто это ее стиль она так ходит всегда и так комфортно японские традиционные поклон на прощание вместе со словами до свидания до завтра в некоторых странах целуются и обнимаются при встрече здесь поклон и при встрече и при расставании повседневной жизни поклон эта часть уважительного этикета конечно со словами привет и пока люди не кланяются но когда ты здороваешься или прощаешься с мало знакомым человеком или не слишком близким человеком в этом случае это звучит как здравствуйте и до свидания и сопровождается поклоном это видео я начала шумных перекрестков на которых я обычно бываю днем утром когда все магазины еще закрыты на улицах не так многолюдно конечно на станциях и около них всегда много людей но все спешат на работу и сегодня я покажу утренний город каким я обычно его вижу это видео не про моду не про токийский стрит-стайл а про быт и стиль жизни образ жизни в городе ну конечно свой рассказ я постараюсь сопроводить образами прохожих в общем из шумных дневных токийских улиц перемещаемся в утренний город девушка из прошлого видео и нашла еще один кадр с ней это будний день утро около девяти часов снимала я не около станция поэтому на улицах совсем мало людей те кому нужно было на работу к девяти уже на рабочем месте а те кто к десяти большинство тех кому в десяти скорее всего еще в поезде или в автобусе видео собрала съемки из двух трех дней поэтому погода будет немножко разная токио конечно солнечный город но бывают и пасмурные дождливые дни хотя статистика говорит что солнечных дней в году всего на 15 больше чем пасмурных но по ощущениям в токио всегда солнце перед рабочим днем многие покупают себе завтрак мини-маркете обычно это кофе бутерброд у о нигири или салат мужчины выбирают что посытнее обычно это о нигири и какая-нибудь булочка возможно даже сладкая женщины покупают в основном только кофе потому что сэндвичи салаты готовят себе дома сэндвичи в мини-маркете стоят около двух двух с половиной долларов продаются холодные и горячие которые можно погреть прямо в магазине в микроволновке эти сэндвичи хранятся даже не в холодильнике срок годности их около двух-трех дней среди них много очень сытных японских вариантов с жареной лапшой с котлетой и нашинкованной капустой с жареной курицей с омлетом и картофельным крокетам и конечно хот-доги самая же популярная это о нигири который можно съесть и на завтрак и на обед и на перекус одна штучка в мини-маркете стоит в среднем чуть больше доллара молодой человек взял у нигири и повернулся к булочкам тут же бутылочках можно купить кофе какао или чай черный и зеленый с лимоном с сахаром с персиком с яблоком с чем угодно если говорить о кофе то многие покупают все-таки из кофемашины напиток оплачиваешь на кассе получаешь стаканчик и наливаешь себе сам что касается о нигири или рисовых колобков или рисовых сэндвичей когда внутри риса лежит начинка их можно купить и в отдельном магазине лавки с готовыми упакованными обедами открываются чуть позже а вот они гирины работают с самого утра подобных магазинах они сами делают и продают о нигири должна сказать что это очень вкусно и сытно сегодня они гири с чем только не делают хоть и популярные любимый всеми лосось и тунец майонезом и отварное яйцо курица или даже ветчина с омлетом бывает с мисо пастой с креветками с водорослями бывает из белого или коричневого риса обернуты в норе или водоросли сухие или нет эти коробочки с парой у нигири рядом обычный кусочек курочки рыбки или крокета можно купить уже и на обед в зависимости от начинки у нигири стоит по-разному в этой лавке чуть подороже чем в мини-маркете но все равно средняя цена где-то полтора доллара у нигири это действительно популярное блюдо в японии его готовят часто дома чтобы взять на работу или положить детям в школу или мужа на работу утренние аутфиты не такие экзотичные как днем или вечером но все равно интересно посмотреть как одеваются такийцы японские мужчины очень часто одеваются просто но с детальками кроме того они носят разные прически очень часто используют гель для укладки утром в кафе обычно очень пусто японцы не завтракают в кафе лишь немногие забегают чтобы купить стаканчик кофе ведь стаканчик американо который можно купить за доллар в мини-маркете здесь стоит минимум два с половиной и на мой вкус кофе из мини-маркета не сильно отличается от кофе из кафе хотя я не гурман сэндвичи здесь тоже стоят дороже и простой тост сыром здесь стоит два с половиной доллара в общем редко кто заходит в кафе чтобы поесть или только купить чашку кофе обычно туда приходят поработать приходится своими ноутбуками и сидят по часу по полтора работают за чашкой кофе небольшие компании проводят в кафе и деловые встречи и собеседования а я в кафе ходила заниматься японским языком с репетитором это чек из старбакса и соевая капучино среднего размера стоило четыре с половиной доллара кстати покупая кофе всегда спрашивают где вы будете его пить в кафе или на вынос это влияет на размер ндс если кофе пьется в кафе это дороже ндс 10 процентов с собой на вынос 8 процентов с самого утра работают и японские булочные где продают очень специфичные опять же таки бутерброды сэндвичи с икрой минтая пирожки бывают с карри булочки со сладкими бобами или сладкой картошкой пекут они сами выпечка обычно всегда свежая и утром очень богатый выбор поэтому многие японцы заходят купить себе на перекус течение дня а сейчас в токио наверное сезон подрезания деревьев видела не один раз место работ всегда огорожено и отдельно выделенный человек регулирует движение около этого места на верхушке современной ниндзя на котором надеты специальные кеды с раздвоенным носком буквально все кто занимается подобной работой носят такую обувь даже рабочие которые просто подстригают кустарники ходят в таких темно-синих ниндзя кедах кстати об униформе многие строители тоже носят подобную обувь и такие широкие штаны независимо от уличных работ всегда есть рабочий который подсказывает как обойти это место и регулирует движение рядом он подсказывает машинам пути объезда а пешеходам указывает на безопасную тропинку перед стройками которые кстати всегда огорожены тоже стоят подобные рабочие на улице пусть не ранее но все-таки будничное утро и узкие улочки выглядят совсем нелюдимыми стройки и хозяйственные и городские работы начинаются рано и их уже слышно а на днях в это же время я застала и телевизионные съемки пакеты с мусором на улицах я тоже вижу практически каждое утро такие мусорные горы можно увидеть и на широких улицах и на маленьких улицах частными домами эти пакеты выносятся обычно около восьми и чуть позже специальные машины собирают их по-хорошему мусор нужно накрывать сеткой чтобы вороны не растащили его но не все так делают возле частных домов лежит пара пакетов ну а около многоквартирных домов всегда просто горы этого мусора мусор в токио действительно тщательно сортируется и выкладывается на улице по расписанию в каждом округе свое расписание когда можно выложить сгораемый мусор когда это будут картонные коробки пластиковые бутылки или стекло в каждом доме знают это расписание иногда она вывешивается на улицах вместе где положено выкладывать этот мусор потому что не везде этот мусор собирают это день скорее всего не сгораемого мусора потому что в пакетике была сковородка здесь выбрасывают рисоварку чуть отвлекусь для разнообразия от мусорные темы и покажу несколько дорожных знаков которые до сих пор меня как-то умиляет не знаю почему но подобные дорожные знаки мне кажется очень милыми и человечными я привыкла к простым символом а здесь такие люди еще и в шапочках с бантиками и в шляпах на красном сигнале пешеходного перехода тоже человек в шляпе и снова пробыт это уже день мусора который предназначен для переработки его тоже необходимо четко рассортировать отдельно пластиковые бутылки стеклянная посуда алюминиевые банки картонные коробки и журналы позже за каждым типом мусора приедет отдельная машина это собирает стекло и алюминиевые банки а это приехала за пластиковыми бутылками бутылки выгружаются в машину и там они конечно же сминаются а пластиковые пакеты убираются отдельно вот в большой пластиковый пакет который висит прямо на машине эта машина для простого сгораемого мусора но какая она чистенькая в частных домах до дня возможного выноса мусора на улицу ты хранишь его дома и у многих стоят специальные отдельные контейнеры в многоквартирных домах есть специальные для этого комнаты везде они разного размера и выглядят по-разному но принцип одинаковый обязательно выделяются разные полки разные контейнеры для разного вида мусора здесь даже есть не только отдельный лоточек для батареек но и для крышечек на бутылки и зажигалки эта инструкция как выбрасывать домашние растения крупногабаритный или сложный электрический мусор просто так выбросить невозможно чтобы выбросить электрочайник или светильник нужно пойти в мини-маркет и там оплатить выброс этого мусора и купить специальную марочку которую нужно наклеить на этот чайник или светильник выставить подобный мусор на улицу тоже можно только в определенный день простите за бытовуху кто не ожидал этого от меня захотелось разбавить городскую моду чем-то жизненным и вот так резко получилось но в завершении видео все-таки вернусь к уличной моде не устою удивляться легкой обуви зимой особенно утром когда на улице около 6 7 градусов это вечерний кадр и я сама замерзла глядя на нее на сегодня я прощаюсь спасибо что смотрели до скорого пока спасибо за просмотр! я уже не могу я уже не могу я уже не могу я уже не могу Продолжение следует...